Друзья, я вас приветствую сегодня у нас по программированию уже за номером 27 есть некоторые вопросы которые вы задали перед тем как начать я вас попрошу подписаться на канал поставить колокольчик стать спонсорами в общем то что даст больше мне возможно сделать видео и давайте приступать итак первый вопрос на сегодня его номер 124 звучит он следующим образом какой язык программирования начинать изучать друзья я не буду вам говорить какое начинать я вам расскажу как я пришел к тому что выбрал язык программирования который называется си шарп когда-то очень давно и начинал писать на клипере на дбэйзи потом писал на борлон-дэлфи на паскале то есть потом использовать начал в общем какой-то момент времени понял что все так или иначе стремится от windows приложения к веб приложениям и борлон-дэлфи тогда вышел 2005 версия как сейчас помню и там появилась возможность сделать сайты и я первым делом создавил сайт запустил его и увидел как компилятор использует язык си шарп для превращения кода для запуска его в общем-то в приложении я тогда понял что используют нет эта штука полезная это был 2001 год и тогда он только появился и использовался вроде компилятора вот в борлон-дэлфи вот в этом вот продукте я понял что мне больше дэлфи не нужен и все и понеслась потом я сел на си шарп и с него уже больше не слезал хотя перед тем как выбрать этот си шарп я попробовал и перл я попробовал php я попробовал джаву и остановился на си шарп и потому что ну об этом и чуть дальше а что касается модного такого течения да то есть есть куча рейтингов здесь например си шарп на восьмом месте питон на третьем есть допустим другие рейтинги где питон на первом месте вот как вы видите си шарп на пятом есть куча рейтингов но все сводится к тому что рынок он как бы диктует необходимость изучать тот или иной язык но нужно понимать что все языки не могут работать везде например javascript может работать только в браузере и от этого собственно говоря никуда не деться например на питоне очень трудно или практически невозможно писать допустим для мобильных устройств или в общем-то как джава например язык который не может работать на аете ну давайте покажу следующий слайд и станет все понятно данном варианте тут на самом деле вот давайте вот так вот сделать питон он у нас очень модные сейчас особенно венья вот этих вот разработок которые в общем-то математические расчеты ну штука полезная интересная смотрел как он работает очень интересно реализован язык си шарп он у нас на шестом месте но обратите внимание вот на этот перечень то есть где он может использоваться заметьте что вот в данном рейтинге хотя этот рейтинг туда ну туда еще очень много всяких вниз эти языков показано самых разных но ни один из них не работает на всех четырех то есть это айоти это десктопные приложения это мобильные приложения этого на си шарпе в данный момент можно писать то есть когда появился blazer можно писать на на всем да то есть но опять же знать только си шарп для того чтобы это делать не получится потому что для веба потребуется html ксс потребуется java script в том числе в каких-то пропорциях да то есть смотрите я выбрал себе си шарп потому что я писал когда-то на windows фон я писал на xbox я писал веб-сервисы да все сервисы я много писал на самом деле все мне это давал только язык си шарп в общем делайте выводы если венье моды питон есть ли большие зарплаты java си шарп в общем-то как бы можно взять знать и то и то и другое получаете за то и за то и за то и в сумме будет в общем вот такой вот ответ на ваш вопрос я думаю что я ответил поехали дальше как используя и своих библиотеках тут друзья нужно немножечко остановиться и определиться с тем что такое библиотеки что такое проекты и где бывает этот ди ди это я так понял dependency injection и если честно то все сводится к тому что давайте на конкретном примере допустим у вас есть какая-то сборка если мы говорим про библиотеки то это сборка какой-то супер экстра навороченный там объект который можно использовать например и в испадут нет корр или допустим допи в приложении ну не обойтись конечно без юпи ю дабл ю пи или допустим на замарин формах и вообще где угодно на то есть сборка такая ну то есть да понятным образом она специальным образом собирается простить за тавтологию но внутри сборки используются разные фреймворки которые позволяют использовать ее потом на разных фреймворках тем не менее существует вероятность что вы такую сборку сделать хотя как и понимаю ну я таких редко видел да есть как бы общей платформы которые так или иначе могут работать вместе ну ладно это я уже выдаюсь подробности поехали дальше так вот ваша сборка мы пока сейчас не говорим про диай мы в вашей сборке мы говорим про dependency injection и в частности про контейнеры которые могут быть на всех вот этих вот как платформах на для которых будет использована ваша сборка суть сводится к тому что и контейнеры в этих собственно говоря о платформах могут быть разные например в isp.net core там встроенная от microsoft платформа в dpf можно поставить автофакт не джект еще какие то то есть все сводится к тому что даже внутри одной платформы могут быть использованы разные контейнеры и соответственно написать сборку которая будет адаптирована под реализацию конкретного ну на самом деле сложно из на самом деле даже не имеет смысла почему есть такое понятие называется composition root и эти очень умный дядька написал фамилия его симон зовут его марк и он написал хорошую книжку я очень рекомендую прочтению называется dependency injection по моему ну если я не ошибаюсь ну в общем вот он автор и я думаю что вам будет полезно прочитать книжку суть сводится к тому что в этой книжке описано кстати она есть на русском языке она описывала что не просто шутку и dependency injection а как принцип разработки да то есть не конкретный принцип внедрения зависимости а принцип разработки то есть когда вы все свои классы ладно это я уже пошел в дебри давайте давайте вот так вот и так есть такое понятие как composition root и эта штука где должен формироваться контейнер ну допустим для консольного приложения этот метод main то есть там создается ком то есть это composition root и он имеет место быть в консольном приложении где контейнер создается наполняется зависимости регистрация этих зависимости происходит есть такое понятие как есть к платформа esp.net если помните mvc и там есть global isx это вот mvc 5 в частности версия и в этом месте должна формироваться то есть в этом месте находится composition root который должен формировать вот в этом месте dependency контейнер то есть регистрация зависимости если говорить про dpf приложения в общем вы понимаете да есть application on startup и там должно быть реализацию контейнера создание его и регистрация зависимости в dpcf это service code factory я к чему веду то есть вашей сборки такого composition root нет поэтому использовать внутри вашей сборки контейнер вообще не имеет смысла но в каждом из этих вот перечисленных composition root для разных платформ может регистрироваться ваша сборка поэтому в сборках мы не реализуем а там где будет использоваться ваша сборка то там уже сам разработчик решит в какой контейнер поместить и в общем все сводится к тому что если правильно написано сборка то в общем то и получается что регистрация ее пользователю будет сделать просто если что можете сделать какие-то экстеншены но опять же они под конкретный фреймворк будут заточены а под все затачивать особого смысла нету обычно в сборках делается какое-то разъяснение то что для чего регистрировать чтобы разработчики могли использовать вашу сборку или вы чтоб могли использовать регистрируя те или иные зависимости или те или иные имплементации то есть реализации но вот как-то вот так и так давайте перейдем к следующему вопросу звучит он следующим образом о у нас соседи проснулись я прошу прощения соседи не выбирают поэтому придется со звуками так у нас есть вопрос номер 16 изучить следующим образом у нас есть структуры и классы структуру работает намного быстрее в каких случаях можно отдать предпочтение именно структуры а не классно на сайте microsoft а есть четкое определение того когда и в общем то что можно использовать я приведу их вот таким вот образом сверьтесь подходит ли ваше использование непосредственно с тем нужно или не нужно и в общем то все очень на самом деле просто структуры естественно работают быстро потому что они работают стеки но иногда в классы можно поместить структуры и тогда они будут храниться в куче и в общем есть у меня определенная статья на сайте про давайте даже покажу и вот она до сих пор держится в топе сейчас один момент на самом деле там когда-то давно я писал и есть очень хорошие дельные комментарии что где когда хранится где чего используется где чего создают какие плюсы и минусы вот настоятельно рекомендую с ней тоже ознакомиться особенно с комментариями здесь меня даже учили некоторым моментом и с тех пор в общем то я это знаю но возвращаясь к нашему вопросу да вы правильно понимаете что работают структуры быстрее потому что они в стеке и не хранятся в кучу соответственно их не нужно собирать мусором и все сводится к тому если я использую такое правило да то есть когда мне нужно много мелких объектов которые не модифицируются однозначной структуры в противном случае там нужно просто думать и решать что и откуда и почем как то вот так итак вопрос 127 что такое кдл зачем он нужен если уже есть sql этот вопрос меня поставил немножко в тупик потому что если говорить про kql это в общем то есть несколько вариантов понимания того что это должно быть во первых есть keyword query language который используется в шарипойнте для выборки каких-то данных есть kibana query language это есть такая система kibana из стека елк и там есть специальный query language который позволяет делать запросы в системе хранения логов так вот абстрагируемся от нюанса также есть еще кусток query language который работает в эжуре когда можно там граф выстроить то есть запрос по графам с рисованием всяких там графиках очень быстрый и очень эффективно во первых это все запросы на чтение да то есть никакого внесения в данных в структуры выборки не 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 работает не существует sql это это другое да то есть зачем столько много языков но я не знаю но придумают же всякие разные языки в том числе если говорить про вообще языки программирования другими словами зачем потому что он не такой как эскель и используется для другого и вот наверное вот так да наверное вот так да то есть я точно не знаю зачем но если люди это дело значит кому-то это нужно в другом случае есть же такое понимание как изобретать свой велосипед и наверняка вы уже изобрели не один хотя уже другие реализации существуют а почему ну то чем очень похож вопрос ну и на этом наверно с вами вынужден попрощаться я вас прошу пишите комментарии задавайте вопросы предложения замечания пожелания подписывайтесь на канал ставьте лайки и в общем как обычно и что пишите правильный код ис TO by directly поступок поэтому и п и Продолжение следует...